Перед тем, как выйти на городской уровень, соревнования проводились во всех школах и гимназиях города. По результатам школьных состязаний наиболее спортивные попали на этот турнир – это 400 человек. Он проходит каждый год уже традиционно. В шестой раз мы проводим Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике. Сегодня проходит второй этап финальной соревнования, так как первый этап уже прошел во всех наших школах, где учащиеся соревновались на дистанциях по бегу и метании мяча. Сначала ребята бежали дистанцию на 60 метров, затем девочки 500 метров, мальчики 800. Большинство из них не занимается конкретно легкой атлетикой, но все, безусловно, посещают спортивные секции. Я думаю, мы хорошо пробежали. Бежали со всей силы. Не очень-то выпустили зверя, как называется, но бежали хорошо. Ну, ребята занимаются у нас легкой атлетикой. Вот, легкой атлетикой занимаются. Я плаванием занимаюсь. Ну вот, если другими видами спорта занимаются, это тоже идет на пользу. Сегодня соревновались ребята с 5 по 8 класс. Это представители 45 школ города. Первыми успехами эти девочки считают себя обязанными учителю физкультуры. Мы готовились. Нас готовил учитель по физкультуре в школе. Есинская Екатерина Михайловна. Привет, Екатерина Михайловна. Те, кто показал сегодня лучшие результаты, могут претендовать на участие в финальном этапе всекубанского турнира по легкой атлетике на кубок губернатора Кубани. Он пройдет в городе Кропоткин этой весной. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Елена Всецинская, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».